Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Актриса Татьяна Абрамова. Как муж-предатель бросил ее со смертельно больным маленьким ребенком на руках? Как сейчас сложила судьба этой актрисы? Татьяна Абрамова – известная актриса театра и кино, которая каждую свою роль на сцене переживает как свою жизнь. Трудно представить, что у этой лучезарной, жизнерадостной и улыбчивой женщины очень непростая судьба. Татьяна родилась в 1975 году в городе Тюмень и всегда мечтала стать известной певицей. Она с самого детства занималась вокалом, участвовала в различных музыкальных конкурсах и фестивалях. Для осуществления своей заветной мечты она перебралась в северную столицу. Музыкальная карьера сложилась успешно. Татьяна с успехом закончила гуманитарный университет по специальности актер-режиссер. Режеволосую талантливую девушку заметил актер Виталий Соломин и предложил сыграть главную роль в фильме «Охота». Но узнаваемость и знаменитость Татьяне принесла роль Надежды Кудряшовой в сериале «Всегда говори всегда». Татьяна всегда нравилась мужчинам за свой веселый нрав и безмерное обаяние. Со своим первым мужем, фотографом и кинооператором она познакомилась на съемочной площадке. Это была любовь с первого взгляда. Вскоре молодые люди поженились, и в их семье родилось два сына – Иван в 2004 году и Александр в 2008 году. Когда младшему сыну Александру исполнился всего год, врачи обнаружили у ребенка онкологию. Много сил, времени и нервов пришлось потратить, чтобы поставить ребенка на ноги. Тем временем ее отношения с супругом зашли в тупик. Он не смог выдержать тяжелое испытание, а именно болезнь ребенка, и бросил семью и ушел из нее. Татьяна, не теряя оптимизма, осталась одна со своей бедой. С ней рядом в то время всегда была ее родная сестра Елена, которая смогла поддержать и помочь в самое тяжелое для актрисы время. Все это поведала Татьяна Абрамова в передаче «Секрет на миллион». Сейчас, слава Богу, ее младший сын Александр здоров и живет обычной жизнью. К счастью, болезнь отступила. В 2014 году Татьяна снова обрела женское счастье. Она вышла замуж за прекрасного актера Юрия Беляева, который старше Татьяны на 27 лет. Но несмотря на огромную разницу в возрасте, эта пара счастлива вместе и до сих пор считает, что их встреча – это подарок судьбы и небес. Юрий сразу нашел общий язык с сыновьями Татьяны и воспитывает их сейчас, как своих родных детей. Хочется пожелать этой замечательной актрисе, а также ее прекрасному супругу долгих лет счастливой жизни. Пусть все плохое останется в прошлом, а все самое лучшее будет впереди. Конечно же побольше им новых интересных ролей и проектов. Всех благодарю за внимание. Спасибо огромное, что досмотрели ролик до конца. Вам также желаю всего самого доброго и всего самого наилучшего. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. До новых встреч, до новых роликов. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok